Импровизированная вертолётная площадка прямо у агрогородка Вишов в Могилёвской области стала ещё и стартовой для обсуждения перспектив в целом развития сельской местности в Беларуси. Александр Лукашенко сходу обрисовывает суть. Стране нужен образец для подражания. Когда-то в советские времена была хорошая практика. Адреса передового опыта. Вице-премьера ещё полгода назад, может и больше, поручил, чтобы он подготовил такой агрогородок, чтобы можно было показать людям и посмотреть, как будут благоустраиваться агрогородки. Население сельское будет будущим жить в агрогородках процентов на 80-85. Ну а остальное население будут в крупных деревнях. Ну и может быть, где-то не перспективно, как их называли деревни, которые получат своё развитие за счёт того, что богатый бизнесмен там родился сегодня, может приехать, дом построить, детишек привезти туда. Хорошая практика в Беларуси появилась. При этом, добавляет президент, агрогородок последний пазл системы приведения в порядок всех населённых пунктов страны, начиная со столицы. Это надо всё оформить. Конечно, тут это ещё не окончательный вариант. Естественно, это с годами само хозяйство будет дорабатывать. Но основу, каким путём ему развиваться, этому агрогородку, мы здесь заложили. Здесь же традиционно обсудили президентские выводы после вертолётной инспекции региона. Александр Лукашенко иронично заметил, что на Могилёвщине, похоже, научились активно работать по маршруту и во время его. Но вот губернатор уверял, это не показуха, хотя и признался, успевают не всё. Надо мобилизовывать всё, всё, что только можно. Отдохнём, как я говорил, зимой, а по осени будет меньше работы. Опустив ремарку, мол, когда вы показываете президенту прилизанные дома, не забывайте о дальней околице, напомнив про мелиорацию и вспомнив, как в своё время по этой дороге на Могилёв много раз проезжал ещё в допрезидентскую эпоху, Александр Лукашенко направился в Вишов. Здесь проводится тотальный эксперимент по улицам и их покрытию. Улицы могут быть из асфальта, из бетона, с разной долей цемента, просто грунтовые и укреплённые. Но сразу речь зашла о том, что на селе порой дороги появляются стихийно, там, где людям удобнее, а не как прописано в генеральном плане. Была поставлена задача привести в порядок никаких ям, всё это восстановить. Самое важное для агрогородка и для сельской местности заключается в том, что тут сложилась, Александр Говоритович, застройка, и есть такие улицы между заборами 5 метров и 6. Если всё делать нам по нормативам, нам надо беспокоить людей, сносить эти заборы. Нам надо нормативы сносить и менять, я тебе уже говорил. Зачем лезть туда? Ну, 5 метров, надо аккуратненько привести дорогу в порядок. Вот точно этот принцип реализован. Главе госконтроля же президент поручил проверить работу местной власти, которой порой проще построить новую улицу в чистом поле, забрав сельхозугодья, а не реанимировать старые площадки с брошенными домами. Касаемо же дорог и улиц, доклад министра ЖКХ Александр Лукашенко прервёт, чтобы напомнить, объёмы это хорошо, но важнее качество. Хотелось бы остановиться на проблеме общей. Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни, за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Должно быть 7-10 лет дорога стоять, к примеру, а мы на следующий год начинаем её опять ремонтировать. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество – важнейший вопрос. Я вот думал, будущий год, что, как. Надо нам будущий год объявлять годом качества. Всё у нас хорошо. И объёмы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас ещё есть проблемы с качеством. Год качества на земле, и в животноводстве, и в промышленности, в сельском хозяйстве, в обслуживании, и в дорогах. В пример глава государства привёл МТЗ, чьи тракторы уже легендарные, но на которые нет-нет. Да и жалуются лично президенту, когда из строя в новой технике деталь выходит на второй сотне километров. Что же касается дорог, они, конечно, должны быть идеальными, потому что этого хотят люди. Другое дело, что те, кто любит кататься, не должны забывать и про софинансирование саночек. Но люди платить не хотят за это, а хотят по хорошим дорогам разъезжать. Дальше главе государства предложили на схемах и картинках изучить, какие типы покрытия улиц есть в Вишове. Одной фразой президент эту теорию закончил. Мы разными способами выполнили вот эти вот ваши рисунки цветные, цвета радуги на злобу дня нарисовал ты. Это всё приведённое в порядок дороги, да? Да, да. Там где-то был грунт, вот несколько там процентов, 20 процентов. Где мы делали с цемента, зелёное это с асфальта. Где мы асфальтогранулят вот этот применяли, который снимается с республиканских дорог. То есть разные методы, потому что цена разная, Александр Голич. Мы работали здесь по принципу текущего ремонта, что дало нам возможность уйти от ряда длительных, никому не нужных процедур. Таких, как получение разрешительной документации, разработка проекта, его экспертизы и согласование. Есть действительно ряд технических нормативно-правовых актов, от которых нам пришлось здесь отступить. Учитывая то, что на наш взгляд получилось достаточно эффективно, мы просим вас согласовать такие подходы для применения. Об этом мы говорить не должны. Не надо волокитить, надо делать быстрее. И вот изучение улиц в агрогородках на практике. Перед этим стоит напомнить, что вообще тему агрогородков, как уже не деревень будущего, а что-то среднего, между ними и городом Александр Лукашенко лично начал продвигать, когда автор этого репортажа заканчивал девятый класс средней школы. С 2004-го сделано много, раз уж сейчас предметно изучают не дома, не школы и не магазины в них, а именно дороги и варианты для их покрытия. Это один из видов покрытия. На существующее сфрезерованное основание из асфальтобетона укладывается слой бетона. Ну то, что я тебе когда-то задавал, можно ли нам таким образом идти, чтобы где-то на разрушенный асфальт класть бетон. Бетон есть бетон, ну что тут говорить. Срок службы 25 лет. Поэтому да, это один из вариантов, но там, где надо. По нагрузке, где можно и нужно. Бетонную кладочку сколько у нас сейчас в стране? Это же импорт? Таких по стране всего 5. Привет. Ты мне скажи, ты на ней сколько уже работаешь? Для 5. Сколько ты метров можешь положить за сутки, если поработать? 500. Полкилометра, да? Это технология хорошая. Да, хорошая. Перспективная. Думаю, да. Это второй вариант. Да? Это упрощенный вариант. Почему упрощенный? Потому что, скажем так, технология чуть иная, стоимость более дешевая и используется на дорогах меньшей интенсивности. То есть он за один раз прошел эту дорогу, да? Да, именно так. Но вы его перемололи, этот старый асфальт, или просто... Он так и остался лежать. Мы все, что можно было и нужно было снять, для того, чтобы выровнять поверхность. Мы это все сняли, а уже на остатки наверх положили. Александр, то, что мы сняли, это тот вес, вот мы покажем, асфальт на грануля. Он пошел вверх, на слое. Я понимаю. А сколько технологий здесь? 8. 8 технологий, и под эти все технологии машины есть. Да. Вот эта вот клитка, которая сейчас... Это одна из тем уговоренных территорий, чтобы не было асфальта. Потому что сюда... Да, и плитку это проще. Положил, треснул, лопнул, вынул, положил другую. Так вот у нас практикуют мелкую, а мы специально сейчас вот эту. Почему? Потому что мы ее ложим, тоже основание не готовим. И будет она, Александр Городич, здесь лежать. А это дешевле не готовить основание. Здесь очень правильно и очень хорошая технология. Здесь ты что, выравнивал, подсыпал, да? Нет, Александр Городич, это асфальт ажрануля. Это то, когда мы делаем республиканские дороги. Снимаешь сверху. Снимаешь сверху, ложился раньше. Сюда привез. И разровнял грейдером. Александр Городич, и укатал катком. А раньше его... Не добавляешь ничего? Да, вот сейчас мы можем там добавляем. И становится как асфальт. А раньше этот материал никто не контролировал. И он где-то там... Да в болото высыпали там кто-то, чтобы меньше... Сейчас поставил нормативку, что его под учет берут. Правильно. Ты тоже пять лет работаешь. Да. Пять? Да. Ну, хорошая машина. Ну, данная у нас только три месяца. А так я работал на Вижгине. Ну, впечатление твое. Вполне хорошее. Вот это улица. Вот представьте, что мы тут норматив будем. Это же конфликт с людьми. Зачем эти... Это нормальный норматив. Человек может подъехать, удобно ему заехать домой. Отлично. Так тут таких улиц, это... Туча. При этом по итогу этого дорожного эксперимента президент отрезюмировал шире. Отдельное хозяева. Дайте мне этот асфальтогранулят чуть ли во двор ладить. Другой требует... И поэтому с людьми все равно... Ну, люди должны понимать, что мы все это не сделали. И если Вишову повезло, то у нас тысячу, полторы тысячи еще агрогородков, где надо делать. Хотя бы центральные, основные улицы. Пока изучали дороги, президентский визит изучали вишовцы. Само собой, приезд президента для них событие и в целом есть частности. Дело в том, что колхоз Родина, которой местный хозяин здесь, долгое время возглавлял Александр Лопатентов. Человек в сельском хозяйстве уважаемый, методы которого, без, прямо говоря, лишних понтов, а по-хозяйски, неоднократно приводил в пример Александра Лукашенко. А после ухода из жизни Александра Михайловича, дело его жизни подхватил Олег Александрович Лопатентов, его сын. Разговоров после такого, особенно в интернете, всегда хватает разных. Но для государства важно мнение людей на местах. Добрый день. Здравствуйте, Александр Егорович. Такая честь нам выпала, что вы к нам приедете. Тихо, тихо, тихо. Никакой чести. Спасибо вам большое. Никакой чести. Просто... Мы просто рады, что вы приедете. Мы вам здоровья желаем. На вас, на вас, на ваших улицах учим всю страну. Мы будем смотреть все. Олег не ослабился здесь? Ни в коем случае. Мы очень гордые. Преумноши. Спасибо вам, что вы очень. Я уже думал, что больше, чем старик наш, мой друг Лопатентов, никто не сделает, оказывается. Сделает, сделает. Молодежь у нас сделает. Сделает. Мы гордились, что работали. Хорошо, что приняли его. Скажу откровенно, когда назначали, это Заяц был, по-моему, когда предложил, я так не сразу согласился, уже откровенно можно сказать. Дети не всегда такие. А тут, ну, если вы говорите, что молодец, я рад. Александр Григорьевич, я вам скажу, что я говорил на собрании пенсионера у нас, что нам обратно повезло с руководителем. Спасибо вам за это. Ну, ты не слышал их. Если захваливают, это беда. Я даже не знаю, как реагируют. И молчи, и не надо. И не надо. Реагируй в поле, чтобы не хуже было, чем у нашего старика было в свое время. Ну, и вам спасибо, что вы держите. Не за что, это они, они. Что здесь мир, что мы пенсию во время получаем. Все кричали разделить колхозы, совхозы, фермерам раздать. Нельзя. Второй гвалт был, чего ты помогаешь этим колхозам, совхозам, деньги закапываем. А вот почему и помогаю. Потому что на его плечи ложится не только бизнес, как у нас говорят, у фермеров, а улицы, а деревни, а пенсионеров, кто будет у меня смотреть здесь. Вот это все на его плечах. Плюс председатель сельского совета. Ну, конечно, мы им должны. Все. Все на его плечах. И фабры, и участковые больницы, и все. Поэтому я и помогаю колхозам, совхозам, потому что они за меня выполняют роль. Они смотрят за пенсионерами, школами, садиками и прочее. Это не фермера работа. Это государство. Ну, хорошо. Хорошо, что у нас сегодня мирно и хорошо. И мы дети, и мы дети, и мы все спокойно. Александр Григорьевич. Вот для того, чтобы было мирно, нам надо вкалывать и вкалывать дороги. Работаем. Александр Григорьевич, а я хочу поблагодарить вас, как многодетная мать, за шестеро. Молодец. Вот этот ордер... А живешь? Здесь, я в Доме культуры работаю, руководитель народного ансамбля. Вот этот орден я получала в семнадцатом году лично из ваших рук. И сколько тогда было? Пятеро детей было. Молодец. Намекает. Пора. Вот я очень им горжусь и благодарна вам за поддержку многодетных матерей, за внимание за вашу, за заботу и о детях наших. Спасибо вам большое. Знаете, я вам скажу, уже так, это небольшая тайна, многодетные семьи. Мы, конечно, будем внимательно их изучать, потому что они разные. Да. Мы подумаем, как это сделать, чтобы деньги доходили до детей. Надо найти механизм. Вторая категория – это военные. Они не должны беспокоиться, что у них не будет жилья. Им надо хотя бы жилье дать, чтобы они шли, воевали, но знали, что их детишки и жена находятся в квартире. Вот это перспектива. Но остальные должны зарабатывать. Мы уже там кредитами, еще чем-то поможем, но должны шевелиться. Александр Григорьевич, скоро свято, где наставника? Вы же наставник? Вы же наставник. Усилий, шелки, у вас еще и все свято. Как вы галюки. Ну, поперши все наставники. Ну, ничего страшного. А тогда уже колхозник, как говорят. А зараз вы наставник уже держалый. Хотя в колхозе мне не пришлось работать, но я считаю, что я от земли человек. Что колхоз, что совхоз – какая разница. Александр Григорьевич, а я тоже вас знаю. Вот именно с 80-х мы были… Все они рассказывали. Работали студентами Горицкое педучилище в вашем хозяйстве. Уборка льна и свеклы. Беда, беда. Ну, чтобы люди пололи свеклу, я сколько людям давал делянку свеклы, столько себе брал. И делали, и добросовестно. До свидания. Ладно, мы с тобой. Мы уверены, что жима. Мы уверены, что жима. Здесь, само собой, президент поехал посмотреть фермы того самого колхоза Родина. На вотчине Лопатентова-младшего много раз звучало слово «хоз» способом. На городской язык это переводится как «своими силами». То есть здание здесь не стоит миллиона рублей. Все скромно, но толково и эффективно. Тоже хороший пример для подражания. Бетон, металлические конструкции. На них потрачено, по-моему, порядка 14 тысяч рублей. Шифер, там еще меньше получается. То есть, ну, это все хозспособом. У нас свои две бригадки, там, до 10 человек. Вот, ничего не надо выдумывать. Тонин Михайлович, ничего тебе не надо выдумывать. Вот именем революции надо это строить. Ну, в общем, вот примерно вот так вот, как вы интересовались. Очень, очень хорошо. Очень. То, что сегодня нам надо для того, чтобы побыстрее вывести из этих замызганных сараев, замызганных ферм, вывести скот вот в такие помещения. И не только в моменте, но и дальше можно содержать, нужно содержать. Я вот посмотрел на твои помещения, я вспоминаю, давным-давно я был в Америке. Ну, США, США. Я говорю, подождите, мужики. Они тогда меня к себе подтягивали, Соросы и прочее. Я говорю, вы мне покажите, давайте слетаем туда. И я полетел в глубинку, в Америку. Я говорю, хочу посмотреть, я только стал президентом, посмотреть, как фермеры работают. Я зашел в фермерское хозяйство. И до сих пор перед глазами деревянные вот эти столбы, сарайчики у фермера. Я говорю, ну, американцы, вы же богатые люди. Ты что, вот так вот дорого, говорит. Деньги считаю. А в железобетон закатывать, ну, это ж затраты. А еще в Белыническом районе есть одно из производств форелевого хозяйства «Лохва» Могилевской области, которая локомотив развития в Беларуси выращивания ценных пород рыб. Опять же, экскурс в историю. В 2018 году в Держинском районе Александр Лукашенко, ознакомившись с производством черной икры и осетрины, поручил развивать это в Беларуси. Через год уже в Костюковичском районе президент ставит задачу принять решение, которое бы стимулировали развитие отрасли. Прошло три года, и в ноябре 2022 года на БНБК главе государства показывали корм для ценных пород рыб отечественного производства. Александр Лукашенко поручает подключиться к работе ученым. И вот сегодня лохва, которая уже готова расширяться. Вот здесь живут матки, которые... Вот это все, маточное поголовье, да, которое мы, грубо говоря, обманываем. То есть светом, температурой воды. И если где-то могут получить икру один раз в год, то здесь мы будем получать круглогодично, каждый месяц. Здесь получили икру. Здесь получили икру. Дальше. Нам нужно из 25 миллионов икры, нам надо себе где-то около 5 миллионов. А 20 продать? А 20 можем продать. Спрос побешеный. Сейчас просто ее нету. Тем более нету икры, которая именно сродословной. Вот сюда поступает икра. Здесь инкубируется рыба. И здесь постепенно переходит малек. Здесь он растет до 10 грамм, 20 грамм, 50 грамм. И ты постоянно перебраться? Да, оно идет под контейнер. И на выходе здесь доращивается рыба до килограмма. Здесь 400 грамм, здесь килограмм. А это бассейн для передержки уже непосредственно на продажу. А эта цена, это сколько? Эта цена, вот она, 40 миллионов. Там 40 и здесь 40? Да. Ну, примерно. Это надо делать. Если рентабельно, если я так купаю, почему не делать? Перспективное для Беларуси направление, впрочем, не самое привычное. Поэтому это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть. У меня в аквариуме рыба, так я могу погладить некоторое. Окончательно все вопросы по будущему рыбного хозяйства и в целом разведение ценных пород и икры сняла, кажется, дегустация продукции высшего уровня. Жалко. На тарелке же останется. Но что объединяет и форелевое хозяйство, и толковый колхоз? Они не в крупных городах и даже не в райцентрах. А это значит, что рабочие места и в целом комфорт жизни получают те, кто в агрогородке, в поселке или в деревне. Потому что настоящая Беларусь, как бы не думали городские, это не Минск и не Гродно с Могилевым. Беларусь — это вешов, на который всем стоит равняться. Игорь Тур, Сергей Янковский, Александр Зонов. Наши новости Могилевской области. Игорь Тур, Сергей Янковский, Александр Зонов. Игорь Тур, Сергей Янковский, Александр Зонов.